ЕС и Польша договорились о производстве снарядов для Украины. Польша подписала «рамочный контракт» с Европейским оборонным агентством, ИДА, на совместные закупки 155 мм боеприпасов для Украины, об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на РМФФМ. Рамочный контракт, пока не содержит подробностей, в частности, о типах снарядов и их точном количестве. Однако подписание документа означает, что теперь страны ЕС уже могут размещать конкретные заказы на польских заводах. 1 июня польское правительство одобрило соглашение о поставках боеприпасов между агентством по вооружению и консорциумом PGZ Amunija, в который входит, в частности, польская группа Сбродженаева, Закляди металлоудизамет или Меска, соглашение представляет собой первый этап заказа на сотни тысяч 155 мм артиллерийских боеприпасов и, исходя из потребностей европейского и мирового рынков, предусматривает экспорт. В настоящее время страны находятся в процессе размещения заказов, на основе которых EDA подготовит оптовые заказы для европейской промышленности. Это означает, что к концу сентября, после сбора заказов, размещенных отдельными странами ЕС, Европейское оборонное агентство, как ожидается, направит первые конкретные реализации. В основном они будут касаться производства 155 мм боеприпасов. Все указывает на то, что польские оружейные заводы получат конкретные заказы в конце сентября, совместные закупки. В начале мая Совет ЕС принял решение о помощи для Украины для совместных закупок боеприпасов и ракет. Планируется передать Украине 1 миллион снарядов. Европейское оборонное агентство, EDA, 5 сентября подписало первые контракты на совместную закупку артиллерийских снарядов для Украины. Члены ЕС будут закупать универсальные снаряды для наиболее распространенных артиллерийских гаубиц, французской Кейзар, польской Краб, немецкой Панзерхаубиц 2000 и словацкой Зюзана. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.